Девушки отдыхают Сегодня я расскажу о том, как Церковь помогает верующему в болезнях и недугах, как она сопровождает его в предсмертные часы и не оставляет своей молитвой и вниманием даже за порогом смерти. Что такое соборование и от каких болезней оно помогает? Как исцеляли больных апостолы? Почему самоубийц не отпевают в церкви? Зачем нужно молиться за умерших? И что ждет человека за порогом смерти? Человек был создан с легким, чистым и бессмертным телом. Но после грехопадения оно стало материальным, тленным и смертным. По учению церкви причины всех болезней коренятся не в персональной, а в общей греховности человека. Грех вошел в его естество, как дьявольский яд, осквернивший и отравивший его. Кроме того, причиной заболеваний может быть неправильный образ жизни, вредные привычки, излишняя раздражительность, другие дефекты характера. В этом смысле, конечно, человек виновен в собственных болезнях. Каждый несет ответственности за здоровье своих детей. Ведь известно, что в семьях алкоголиков или наркоманов дети нередко рождаются с отклонениями. Речения болезней души и тела – цель таинства Елеосвящения. В греческом языке слово «елей» – масло, созвучно слову «милость». Действительно, с древних времен елей употребляли для заживления ран. Использовали в светильниках. Наряду с пшеницей и вином он был одним из основных пищевых продуктов. Изобилие елея воспринималось как благословение Божие, а отсутствие – как наказание. Елей был одним из главных религиозных символов Ветхого Завета и воспринимался как символ спасения, примирения с Богом, любви, радости. В христианстве он стал еще и символом духовного исцеления. Христос часто спрашивал обращавшихся к нему за помощью людей – «Веруете ли, что я могу это сделать?» Возвращаясь с дороги, он лечил от недуга неверия, отпускал грехи и предостерегал от их повторения, указывая тем на неполноту исцеления тела без уврачевания души. Евангелие не говорят, использовал ли сам Господь елей как лекарство. Но когда он послал на проповедь учеников, они пошли, как пишет апостол Марк, и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли. Первый епископ Иерусалима, апостол Иаков, говорит «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простят сына». То есть елеосвящение – это таинство исцеления, а вовсе не предсмертное напутствие, как порой думают. Елеосвящение в православной церкви сохранило те главные черты, о которых говорил апостол Иаков. По уставу таинства совершают семь священников, хотя на практике их иной раз бывает меньше – два или три. Семь раз читается апостол, и семь раз читаются отрывки из Евангелия, и семь раз больного помазывают елеем. В просторечии таинство называется соборованием, потому что оно совершается собором священников. Сначала христиане совершали таинство в доме больного. Но начиная, по крайней мере, уже с IV века, немощных прихожан все чаще стали освящать елеем в храмах. Чему способствовало устройство при них больниц? С одной стороны, все, чьи напоследование елеосвящения, показывает, что оно должно совершаться над тем, чье здоровье, сама жизнь находятся в серьезной опасности. С другой, в богословской литургической литературе, начиная с X века, не раз говорится о возможности помазания всех присутствующих при помазании больного. В Константинопольской церкви такое представление привело к появлению практики так называемого «общего соборования», когда таинство совершалось над всеми желающими, и оттуда она попала на Русь. Для совершения соборования перед иконостасом устанавливают стол, на который ставят блюда с пшеницей. В лампаду с маслом священник вливает вино и молится, освящая елей. Сам Владыко посвяти елей сей, якожи быти помазующимся от него во исцеление и в применении всякие страсти, скверны, плоти и духа и всякого зла. Да и всем прославится Твое пресвятое имя, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресно и в веки в веку. Лампада напоминает, что елей – это еще и символ света Христовой истины, равно как и свечи у молящихся. Вино служит напоминанием о милосердном Самарянине, который сжалился над израненным разбойниками человеком и возлил на него елей и вино. Эту притчу Господь приводит как образец любви к ближнему. Апостольские и евангельские чтения соборования не связаны между собой тематически, но представляют собой две параллельные подборки на тему исцеления и прощения грехов, через которые проходит мысль о христианской взаимопомощи, милосердии и о связи между исцелением и покаянием. Церковь верует, что в таинстве елеосвящения больному прощаются грехи. Но это совсем не означает, что оно может заменить собой исповедь. Обычно оно совершается после исповеди и причащения. Суть елеосвящения заключается в духовном перерождении, в изменении самого понимания, самого приятия человеком страданий и болезней. Как христианин должен переносить свои телесные болезни? С одной стороны, отцы церкви учат о том, что болезнь может быть послана человеку для вразумления, и что переносить ее нужно с терпением и смирением. С другой стороны, церковь никогда никому не запрещала обращаться к врачам, но, наоборот, всегда поощряла медицину. Самое же главное, что в христианской иерархии ценностей Бог, как врач душ и телес, стоит выше любого доктора, а даруемое Богом исцеление души выше у врачевания недугов тела. Доктора возвращают телу здоровье, но болезни снова и снова поражают его. Единственный истинный врач, способный исцелить не только физически, но и духовно, сам Христос. Он может вернуть нашу первозданную цельность. В завершении таинства старший священник возлагает на голову больного раскрытые Евангелие и говорит «Не полагаю руку мою грешную на главу пришельщих к тебе во грешев и просящих у тебя нами оставление грехов, но твою руку крепкую и сильную я живо сцетом Евангелие и сердце». Елеосвящение делает саму болезнь лекарством от духовной смерти. Мученики радостно принимали истязания, видя в них участие в страданиях Христа. Таким же мученичеством должны стать для христианина его недуги. Известны случаи, когда болезнь заставляла человека изменить свою грешную жизнь и встать на путь покаяния, ведущий к Богу. Сопровождая человека на жизненном пути от самого рождения, церковь не оставляет его и в предсмертные часы. В православии придается большое значение исповеди и причащению, как таинствам, которые готовят человека к переходу в вечность. Здоровые люди исповедуются и причащаются в храме. Больные могут пригласить священника домой. Крайне опасно откладывать таинства на последние минуты, ведь человек может умереть, не дождавшись их, или впасть в беспамятство и оказаться неспособным принять их. Когда христианин умирает, церковь провожает его в последний путь. По древней традиции, тело умершего приносят в храм. Гроб ставится напротив царских врат, где он остается во время заупокойной литургии. На литургии молитвы имеют особенную силу. Чин погребения имеет двоякий смысл. С одной стороны, и прежде всего, это молитва за умершего. С другой стороны, это молитва утешения и духовного назидания для оставшихся на земле его родных и близких. «Смерть – великое таинство. Она – рождение человека из земной временной жизни в вечность», говорит святитель Игнатий Брянчанинов. Во время отпевания звучат песнопения Великой Субботы о блаженстве святых, которые обрели источник жизни и дверь райскую. Поются стихиры Иоанна да Маскина. Это потрясающая проповедь о суете всего, что в мире прельщает нас, что не остается с нами по смерти. Читаются новозаветные отрывки, посвященные всеобщему воскресению. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших», пишет апостол Павел, «дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним». Вера в воскресение мертвых – важнейший догмат православной церкви. Апостол Павел говорит, что плоть воскресших людей будет не такая, как сейчас. Это будет духовное тело, новое, прославленное тело человека, будет подобно телу Христа после воскресения, когда Он являлся ученикам, проходя сквозь запертые двери. Оно будет нематериальным, световидным и легким. Однако сохранит образ земного материального тела. В момент смерти душа выходит из тела и вступает в новую форму существования. Однако она не теряет способности мыслить и чувствовать. Более того, душа переходит в иной мир, отягощенная грузом ответственности за прожитую жизнь, неся в себе память о ней. По верованию церкви, в первые два дня душа усопшего присутствует на земле, участвует в молитве, совершаемой за нее в храме. Она находится еще как бы в плену у времени и пространства. Но на третий день она выходит за пределы видимого мира. Однако здесь ее ждут испытания, называемые в православной традиции мытарствами, когда душа испытывается за все грехи. Учение о посмертной судьбе человека подтверждается и опытом людей, переживших клиническую смерть. Многие из них рассказывают, как в той или иной форме они заново переживали всю свою жизнь, вспоминая ее до мельчайших подробностей, в предсмертные минуты или уже после того, как их сознание отключилось. По церковному преданию, основанному на словах Христа, ангелы относят души умерших праведников в преддверии рая, где они ожидают вечного блаженства. Души грешников попадают в руки демонов и находятся в аду, в муках. Окончательное разделение на спасенных и осужденных произойдет на страшном суде, когда многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Христианское учение о суде, ожидающим всякого человека после смерти, основано на том, что все поступки оставляют след в душе, и за все предстоит дать ответ перед тем абсолютным добром, рядом с которым никакое зло и никакой грех существовать не могут. Всякое зло, в котором человек со всей искренностью не покаялся на исповеди, всякая нечистота души, все будет выявлено. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Страшный суд будет проводиться над всеми, верующими и неверующими. Но по учению апостола Павла, если христиане будут судиться по Евангелию, то язычники – по закону совести, написанному в их сердцах. Страшный суд – это не только событие, которое произойдет когда-то за порогом смерти. Он начинается в земной жизни. Человек, который жертвует собой ради других, не щадит своего времени, сил и средств для помощи ближним, уже сейчас становится по правую сторону от Бога. А тот, кто живет сиюминутными, своекорыстными интересами, кто сознательно становится на сторону зла, кто допускает тяжкие грехи и не кается, начинает пребывать в аду задолго до смерти. Если ад – это страдание от невозможности любить и непричастности к Божественному Свету, то рай – это блаженство души от соединения со Христом и от причащения к Любви и Свету. Рай – не столько место, сколько состояние души. Все описания рая с чертогами и обителями – это лишь попытки выразить человеческим языком то, что невыразимо и превосходит ум. «Бог есть любовь», говорит нам Священное Писание. Но каким образом Бог Любви может в то же время быть и Богом-карателем, осуждающим свое создание на вечной муке? Преподобный Исаак Сирин отвечает так. «Нет человека, лишенного любви Божьей, и нет места непричастного этой любви. Однако каждый, кто сделал выбор в пользу зла, сам добровольно лишает себя Божьего милосердия. Любовь для праведников в раю становится источником блаженства и утешения, а для грешников в аду – источником мучения. «И как горько и жестоко это мучение любви», говорит Святой Исаак. «Ибо ощутившие, что они погрешили против любви, терпят мучение, которое сильнее всякого другого страшного мучения. И все образы адских мук, существующие в христианской литературе – огонь, холод, жажда, раскаленные печи, огненные озера – лишь символы страдания, которые происходят от того, что человек ощущает, как далек он от Бога. Церковь, однако, не говорит о неизбежности адских мук для грешников, но верует, что помилование не от человеческой воли, но от Бога Милующего, который хочет, чтобы все люди спаслись. Это позволяет православному христианину не предаваться отчаянию при мысли о загробном воздаянии, но иметь надежду на то, что спасение станет возможным не только для праведников, но и для грешников. Пока живет церковь, а она будет жить вечно, не прекратится молитва христиан за находящихся вне Царства Божия. Сердце христианина горит любовью ко всему человечеству, ко всякому созданию Божьему, в том числе к тем, кто ушел из жизни без покаяния. Поскольку у Бога все живы, православная церковь не делает различия между живыми и усопшими в отношении молитвы. В ней нуждаются и те, и другие. Молитва за усопших – древняя традиция церкви, освященная веками. Покидая тело, человек не покидает церковь, и долг оставшихся – молиться за него. Церковь верует, что Бог принимает молитвы не только о праведниках, но и о грешниках, что по молитвам живых Бог может облегчить их загробную судьбу, избавив их от мучений и удостоив спасения со святыми. По традиции, в руки умершего вкладывается текст разрешительной молитвы, которую священник читает над его телом по окончании чина погребения. Текст этой молитвы очень древний, он восходит к литургии апостола Иакова. А вот обычай вкладывать свиток в руки умершего возник на Руси. Рассказывают, что когда князь Симон Варяг попросил у преподобного Феодосия Печерского благословение с тем, чтобы оно сопутствовало ему не только при жизни, но и по смерти, преподобный написал для него молитву прощальную. И князь завещал положить эту молитву вместе с ним в гроб, когда его будут хоронить. Под пение «Приидите последнее целование дадим братьям умершему благодаря Богу». Спокойным прощаются священнослужители и миряне. В облаженном успени вели вечный покой, подашь Господи душу с обширобатой гор, но приставлено Сергея и сотвори ему вели вечную память. Вели. После отпевания тело усопшего торжественно переносится на кладбище. В пасхальный период погребение совершается по особому чину, в котором многие заупокойные, покаянные молитвы заменены на пасхальные. В русской церкви особые поминовения усопших совершаются на третий, девятый и на сороковой день, а также ежегодно в день кончины христианина. Кроме того, в церковном календаре есть дни общего поминовения всех от века усопших христиан, родительские субботы, радоница. В эти дни, как и при отпевании, священники надевают белые облачения. Парадоксально, заупокойное богослужение имеет не траурный, а торжественный характер. Белые ризы напоминают не о смерти, а о воскресении, о встрече человека с Богом за порогом смерти. Все заупокойные молитвы в храме совершаются только над крещенными христианами. Церковь не молится за умерших атеистов, язычников, иноверцев и инославных, предавая их посмертную судьбу в руки милосердного Бога. Однако в своей домашней молитве христианин должен поминать за упокой и тех своих родственников и близких, которые не были православными христианами. В церкви, как правило, не совершается отпевание самоубийц, хотя частная молитва о них также возможна. Самоубийство – это единственный смертный грех, за который человек не может принести покаяние, потому что смерть наступает в момент его совершения. Современная практика допускает поминовение самоубийцы только в том случае, если умерший был психически больным или несовершеннолетним. Церковь скорбит о всяком человеке, ушедшем без покаяния. и надеется на милосердие Божие. В коленопреклонных молитвах на праздник Пятидесятницы есть прошения и о содержащихся в аду, чтобы Господь упокоил их на месте светле, месте злачне, на месте прохлады. В Библии раем называется сад, где Бог поместил человека. Этим же словом в древней церковной традиции называли будущее блаженство людей, искупленных и спасенных Христом. Оно также именуется Царством Небесным. Некоторые святые были, подобно апостолу Павлу, восхищены до Третьего Неба и созерцали райское блаженство. Во многих свидетельствах говорится также о многих обителях, то есть о разных степенях блаженства. Впрочем, для каждого человека его обитель будет наивысшей доступной для него степенью блаженства. «Святые в раю будут знать и видеть один другого», говорит преподобный Симеон Новый Богослов. «А Христос будет видеть и наполнять Собою всех. Это будет окончательная победа добра над злом, Христа над Антихристом, рая над адом, жизни над смертью». Христа над земляном Biga проработка «Измейст» «Измейст» «Даврешка» «Угайст» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok